Привет, скринкасты. Меня зовут Андрей Кузнецов. Я работаю в Одноклассниках инженером по машинному обучению. Сегодня мы будем разворачивать локально Hadoop Cluster и давайте разбираться, что это такое, зачем это нужно. Приступим к делу. Прежде всего, давайте разберемся, что же такое Hadoop. Сегодня про большие данные не слышал только ленивый или глухой. Hadoop является нарицательным названием для всего того, что на сегодняшний день чаще всего упоминают в разрезе больших данных из технологий. И давайте разберемся, что это такое и зачем нам это нужно и чем мы будем сегодня с этим делать. Вообще, Hadoop — это достаточно большой проект. Он состоит из нескольких ключевых модулей. Самый главный — это Hadoop Distributed File System — распределенная система файловая, на которой мы сегодня сосредоточимся. Также есть Hadoop Yarn — это фреймворк, который позволяет шедолить и распределять ресурсы на кластере. И фреймворк MapReduce, который позволяет данные, которые мы храним в нашей распределенной файловой системе, обрабатывать и что-то считать. Ну, на сегодняшний день они так часто используются, про него мы только вскользь упомянем. Как я уже сказал, ядром Apache Hadoop является распределенная файловая система. Давайте вообще разберемся, в чем тут распределенность и зачем это нужно. Есть такое мнение, что большие данные начинаются ровно в тот момент, когда нам не хватает одной тачки, одного сервера, для того, чтобы сохранить всю необходимую для нас информацию. И распределенные файловые системы как раз и решают эту проблему. Они позволяют нам иметь много серверов и хранить на них большие объемы данных и иметь к ним централизованный доступ. Логично предположить, что для такой архитектуры у нас должны быть два вида компонентов. Это компонент, который отвечает за метаданные, которым мы можем спрашивать, а где он на что лежит, и непосредственно сервера, на которых у нас будет все храниться. Давайте посмотрим, как в документации по HDFS разработчики это дело описывают. В терминах Hadoop, если посмотреть на его архитектуру, компонент управления называется name-нодой. На ней хранятся метаданные тех файлов, которые мы записали в нашу файловую систему. С ней общается с name-нодой клиент. У нас есть data-ноды. Это, соответственно, непосредственно те сервера, на которых мы записываем данные. Естественно, к этим самым компонентам у нас разные требования. Их можно разворачивать в разных режимах отдельно, совместно на серверах и так далее. Но мы сегодня пойдем по самому простому пути. Мы не будем сами собирать эти демоны. Мы будем использовать уже готовую сборку, немножко ее подкорректировав для наглядности, разбирая настройки того, что вообще происходит и как это работает. Не углубляясь в параметры вот этих компонентов, давайте мы сразу нырнем уже в развертывание этого самого кластера и по ходу разбора конфигурации разберемся, что же там вообще происходит. Так как мы собираемся разворачивать что-то, что должно разворачиваться на сразу нескольких серверах локально, мы будем использовать контейнеризацию. И я предлагаю начать с уже довольно известного проекта Docker Hadoop, который мы сейчас склонируем и попробуем отредактировать, законфигурить и развернуть у нас локально на ноутбуке. Давайте возьмем наш код. Так, все отлично у нас скопировалось. Перейдем в папочку и посмотрим, что у нас там есть. У нас есть несколько директорий для каждого компонента. Node-менеджер, ресурс-менеджер, history-сервер, data-нода и name-нода у нас в своей директории. Мы сейчас поподробнее поговорим про каждую, когда будем смотреть на конфигурацию. Нас сейчас интересует конфигурация системы контейнеризации. Нам нужен Docker Compose. Мы хотим посмотреть, а что же у нас будет подниматься, когда мы скажем ему вставать. Для этого откроем сам конфиг и будем смотреть, что здесь написано. В ванильной конфигурации на данном проекте нам предлагается развернуть сразу несколько сервисов, как связанных с HDFS, так и связанных с Yarn. Вот в текущем скринкасте нам Yarn не понадобится. Нам желательно посмотреть HDFS поподробнее. И мы сейчас не нужное удалим, а нужное добавим. Давайте пойдем по порядку. Name-нода у нас, как я уже сказал, является ключевым компонентами системы. У нее нет зависимости от остальных элементов. Она стартует первая. Мы ее называем, соответственно, Name-ноду, показываем ей нужный имидж и пробрасываем порты вовне, чтобы мы могли с нашего ноутбука до этого контейнера достучаться. Кластер называем Test. Volume называем Hadoop. Name-нод. Тут ничего менять не будем. Дальше у нас идет Data-нода. Data-нода у нас в текущей конфигурации одна, что не очень логично. Мы говорили, что у нас вроде как распределенная система, много серверов, где что-то хранится. Давайте мы сейчас чуть попозже попробуем это исправить. Сделаем так, будто бы у нас несколько серверов запустится на одном ноутбуке. Несколько Data-нод. И смотрите, обращаю внимание, что здесь уже есть сервис precondition. Этот сервис зависит от старта Name-ноды. Он подождет, пока Name-нода не поднимется. Следующий компонент, который мы видим в этом конфиге, это ресурс-менеджер. Ресурс-менеджер — это демон, который позволяет управлять ресурсами, который нам скажет, сколько у нас ресурсов в кластере, будет выделять их для задач и будет заниматься всеми подобными вещами. Он зависит от старта нашей Name-ноды и Data-нод. Здесь еще есть Node-менеджер. Node-менеджер — это демон, который ставится обычно на те же самые машинки, что и Data-ноды, физические машины, но отвечает он за другие вещи. Node-менеджер рулит ресурсами непосредственно на тех тачках, где производится вычисление над данными. И History-сервер. History-сервер — это вот небольшой такой компонент, который нужен для того, чтобы работал упомянутый мною чуть ранее MapReduce. Нам он не понадобится, MapReduce мы трогать не будем, давайте мы выпилим лишнее. Что у нас лишнее? У нас лишний History-сервер, Node-менеджер и ресурс-менеджер. Оставим только компоненты, которые нам необходимы для старта распределенной файловой системы. Выпиливаем. Готово. Да, ну, как я уже сказал, не очень здорово, что у нас одна Naimnode, как-то несерьезно. И я расскажу сразу несколько причин, почему это несерьезно. Пока буду добавлять другие. Значит, смотрите, в распределенных системах, помимо того, что нам нужно выполнить требования по размеру данных, которые мы хотим хранить в нашей файловой системе, у нас еще есть требования по надежности. Ведь чем больше узлов, тем больше вероятность того, что какой-то из этих узлов у нас откажет. Это не очень круто, поэтому мы хотим этого избежать, либо застраховаться от таких моментов на уровне дизайна самой системы. Значит, дизайн распределенной файловой системы предполагает, что все данные, которые хранятся в ней, будут каким-то образом зарезервированы. Это может быть механизм, обычный механизм репликации. Это может быть что-то сложное, вроде Eraser Coding. Мы с вами к Eraser Coding ничего, мы это вообще рассматривать не будем. Мы посмотрим репликацию. Но репликация работает таким образом, что ей необходимо видеть несколько физически разных серверов для того, чтобы доставить туда кусочки нашего какого-то файла, чтобы он у нас сохранился в разных местах, чтобы один сервер умер, другой сервер остался жив, и как только мы живой сервер ввели в наш кластер, необходимый кусочек дореплицировался. Давайте добавим немножко дата-нод. Мы добавим еще две дата-ноды, потому что стандартный фактор репликации, то есть стандартная настройка Hadoop о том, чтобы нам нужно каждый кусочек файла хранить трижды в разных местах, чтобы если одна дата-нода отказала или даже две дата-ноды отказали, мы не продолбали наши данные. Вот. Соответственно, давайте мы дадим название сервисам и контейнерам, а также нашим волеумам, которым мы будем к ним подключать. Уникальные. P1, 2, 3. Никаких... никаких здесь сложных вещей. Ну и что нам останется? Нам останется просто эти волеумы не забыть. Давайте мы их просто еще снизу допишем. Да, волеум history сервер нам уже не нужен. Мы уже решили, что мы от него откажемся. Вот. А здесь мы можем себе позволить... Так. Можем себе позволить добавить еще два. Так. Выглядит как будто все. Как будто мы смогли законфигурить наш HDFS, расширить количество дата-нод по умолчанию до трех. Давайте мы сохраним наш конфиг. И попробуем стартануть. Docker Compose. Up. Значит, он сейчас создает... Что? Он создает нам сейчас нашу новую сеть, которая будет... Внутри которой будут работать наши контейнеры. И он начинает стартовать name-ноду. Это займет некоторое время. Мы пока попробуем достучаться до нашей name-ноды по порту, который мы прокинули в нашем манифесте. Вот. Посмотрим, что он нам покажет. Огонь. Он уже запустился, поэтому можем что-то почитать. И при этом дата-ноды тоже достучались и что-то уже смогли оттуда собрать. Что мы здесь видим? Это админка нашей name-ноды. Здесь можно посмотреть некоторые параметры, с которыми она запущена. Версия, с которой она работает. Ее статус. Потому что статус активный не всегда у name-нод есть. В некоторых режимах, когда у нас есть несколько name-нод, некоторые name-ноды могут быть неактивны. Вот. Мы можем посмотреть, сколько у нас законфигурено в нашем кластере объема. Сколько использовано, сколько осталось. Сколько живых нод. И мы можем пойти посмотреть на эти ноды. Соответственно, давайте глянем на них. Вот они, они родные. У них все хорошо. У них хранится ноль блоков. У нас пустая файловая система. В ней сейчас ничего нет. Вот. Но мы сейчас все это дело исправим. Из оставшегося самое интересное — это утилитка, которая позволяет прямо в окне браузера смотреть, что у нас записано. У нас сейчас ничего не записано. Это неинтересно. Давайте это дело исправим. Теперь немножечко по тому, что же у нас вообще получилось. А у нас есть несколько контейнеров. Они все в порядке. У них есть свои имена, да, дата нода, как мы их назвали в манифесте. Мы сейчас к ним будем обращаться. Вовне смотрит только один контейнер. Вот. Это легко понять по вот этому выводу. Это контейнер name-ноды. Именно через name-ноду мы будем что-то писать в HDFS. Так. Теперь давайте сформируем план. Мы хотим записать туда файл. Как мы будем это делать? Ну, очевидно, нам этот нужен файл забрать с локальной файловой системы нашего ноутбука. Давайте придумаем, что это будет за файл. И так повезло, что я уже придумал это за вас. Давайте мы возьмем вот этот файлик с непонятным немецким названием onadich и поместим его на контейнер нашей name-ноды. Как это сделать? Сделать это довольно просто. У докера есть докер-цп. Мы указываем название нашего файла. Указываем название контейнера, куда мы хотим это поместить. Да? И указываем куда. Ну, я думаю, в root. Ничего страшного. Отлично. Отработало. По идее, мы сейчас уже должны радоваться. Почему? Потому что мы можем зайти в контейнер и посмотреть, что этот файл появился. Но он еще не появился здесь, потому что мы помним, файловая система контейнера — это не файловая система распределенная. Туда попадают через другие места. Не то, что вы подумали. Так, подключаемся к контейнеру. По его имени. Напишем куда. MinBash. Так, все. Мы в руке контейнера. Смотрим, что у нас здесь написано. И отлично. У нас наш onadich появился здесь. Как мы его положим в HDFS? Для этого есть утилитка клиентская для работы с HDFS. Она уже сконфигурена здесь. Конечно, в реальной жизни никто не работает с name-нодой напрямую с HDFS. Для этого есть так называемые edge-ноды, дополнительные сервера, с которых мы работаем с нашей распределенной файловой системой. В принципе, это достаточно легко законфигурить. Нужно подложить нужные файлики, в которых будет написано, куда идти, как спрашивать и куда обращаться. Просто здесь это уже сделано. Давайте мы этим и воспользуемся. Значит, синтаксис для работы с этой клиентской утилитой достаточно простой, очень похож на обычную работу в файловой системе в Linux, в Unix-системах. Давайте мы этим и воспользуемся. HDFS, DFS, PUT, название файла локального и место назначения уже в HDFS. Он задумался. Почему? Потому что ему нужно этот файлик положить, доставить до DataNode. Там им нужно разреплицироваться по кусочкам и все это отдать. Наверное, надо сказать, что все хорошо. Давайте проверять. Отдаляю страничку. Огонь. Файлик появился. Обратите внимание, блок-сайз. Несмотря на то, что у нас сам файлик занимает 724 байта, по умолчанию наш блок-сайз 128. То есть этот файлик у нас будет занимать по умолчанию вот такое место и стоять будет из одного блока. Фактор репликации, про который я только рассказывал недавно, у нас три. Значит, по идее, он должен появиться на всех DataNode. Давайте посмотрим. Да, смотрите, количество блоков инкрементировалось на один по всем DataNode. Успех. Значит, у нас все записалось. Значит, наш файлик появился на всех DataNode. И если мы одну из них выключим, ничего не случится. Если добавим новую, он на нее скопирует. Так, мы можем что хочешь с ним делать. Удалять, переименовывать, создавать каталоги и так далее. Мы на это время тратить не будем. Давайте мы только посмотрим, проведем один эксперимент. А что будет, если мы поменяем фактор репликации на два? По идее, он должен удалить один блок на одной из DataNode. Что нам пишут логи? Логи нам пишут, что удалили. Давайте смотреть в веб-интерфейсе. И в веб-интерфейсе все отлично. Один блок пропал. Фактор репликации соблюден. Все хорошо. Наша NaimNode работает. И вообще все здорово. Ну что, напоследок осталось только показать, что, вообще-то говоря, функционал клиентской утилиты достаточно широкий. Широкий. Мы можем эти файлы прямо читать. Допустим, ну, какой-нибудь, давайте, hdfs, dfs, минус кат. И этот же самый файлик мы просто прочитаем. Мы не указали, что он в руте лежит. Мы указали более точный путь. Вот он вывел текст этого самого файлика нам в консоль. В принципе, все. На этом наше знакомство с hdfs может быть закончено. Все, что нам осталось, это спокойно потушить наш кластер. Постопать наши DataNode и NaimNode. И порадоваться тому, что мы узнали, как разворачивать локально распределенную файловую систему. На этом все. Это были скринкасты. Подписывайтесь на канал. I'll be back.